всем привет видео для тех кто был подписан именно на технические моменты моего канала я еще не прекратил работать иногда сотрудничаю и вот есть такая штука т.д. 02 т.д. 03 это диагностическое устройство от хайера самом деле можно открыть маленький секрет можно покупать любое другое не обязательно это производство хайер и ну или нет смотрите то еще в коробке да вот она вот его код заказа 317 вот она вот такое вот т.д. 03 конкретно это название т.д. ласково так в комплекте вот вот сам адаптер эти шнурики и что еще и сейчас и вот еще диск диск с драйверами интересно куда его вставлять туда же дисковода нету всего 2 юсбшника даже вот в этом например так дальше смотрите что здесь сам адаптер короче в принципе можно такой купить где-то там на алиэкспрессе вот а.б. это 385 и юарт соответственно то есть тут конкретно ттл ттл это rxtx и gnd 5 вольт вот питание соответственно вот тут лампочки моргать ну короче универсальный такой почему именно такой нужен потому что для полупрома еще и очень важен для полупрома rx rx и gnd вот только в одну сторону короче так что еще здесь вот важны переходники в первой версии т.д. были вот такие вот переходники двухжильные красный и черный двухжильные а и б соответственно rx и gnd вот в основном это вот двухпиновый разъем для vrf систем вот он обычный двухпиновый разъем это разъемчик датчика вот это разъем датчика обычный так и соответственно вот он и обычный стандартный разъем термистера вот можно самому сделать придумать соответственно длина кабеля там уже любая и вот вот такие вот еще для разные полупрома это уже трехжильный трехжильный это уже идет на полупрома r32 соответственно под разные платы разные разъемы вот так и соответственно кабель удлинитель надо не надо так а теперь смотрите я уже теперь расскажу как установить драйвера беру просто вставляют юсб-шечку да и там у меня уже появляется устройство теперь показываем дальше едем свойства компьютера заходим диспетчер устройств нам нужен диспетчер устройств открываем диспетчер устройств диспетчере устройств если нет драйверов то находим незнакомое устройство юсб сериал порт все обновляем драйвер нажимаем обновить драйвер и дальше указываем путь где этот драйвер лежит это будет папочка которую вы получите своего поставщика вместе с драйверами программками вот cdm cdm или ftdi драйвера нужны для вот таких зачастую адаптеров рс-485 по большому счету они все одинаково эти драйвер устройство то не как бы вставляем путь чай ложные папки жмем далее все и она начинает копировать драйвер драйвер установка идет драйверов идет установочка да и во всем отлично и сериал порт установлен успешно дальше у вас еще может появиться еще что-то вот у меня сразу юсб сериал порт м4 сразу определился у вас еще какой-то устройство должно по идее быть если нету то соответственно нормально должны до этого дайте параметры порта стандартный тут ничего не меняем вот сведения можете посмотреть все идея бурни и ftdi бас все есть отлично едем дальше закрываем это все переходим в папку драйверы и тут вот устанавливаем уже драйвера для самой программы диагностики вот 4 бита или тут у меня 64 битная винда соответственно мне нужна папка такая открываем файл ридми читаем что там написано так файл ридми у меня вот путь 1 запустить т.д.02 путь 2 запустить и стал всем как администратор запустить понятно так и соответственно опускаем правая кнопка запустить от имени администратора предупреждение нажимаем ok и открываем вот это вот просто жмите как есть если уже были то за меня я заменяю зачастую если у вас их нет вот этих файлов это файл относятся в реестр к windows и слов 4 мы типа файлы помещаем сейчас в эту папочку вот если бывает так что оно че там так вот быстренько все файлы переместятся туда теперь мы их должны эти файлы грубо говоря активировать так у меня просто не отображается само окошко не записывается вот теперь мы эти файлы активировать окей 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 все жмем окей то есть мы как бы их уже вносим конкретно в реестр сначала в папочку есть отлично теперь переход в папку программа мониторинга открываем тот что нам надо файл мрв5 открываем вот это опять таки программки то что если вам прислали поставщики открываем вот она наша программалька вот так вот она у нас выглядит там на весь экран на весь экран и вот этот телефончик и должен появиться наш вот этот ком порт ком 4 смотрим еще раз диспетчер устройств какой у нас ком порт вот так смотрим 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 он у нас 4 совпадает все отлично закрываем все он 4 знаете манаки больше ничего не меняем она все автоматом определилась 4800 скорость неважно вот как есть так есть и жмем кнопочку play вот запускаю кнопочку play но это при этом у нас уже должно быть все подключено к наружному блоку вот или можете лучше сделать так лучше сначала нажать play а потом подключить наружному блоку тут что можно смотреть давление всякие температуру масла наружную температуру короче вот до frost вот температура текущая у меня эти давление текущая и целевое частота инверторы текущая целевая вот вентилятор скорости и соответственно левая сколько даже потребляет плата инвертора и соответственно вот эти исполнительные устройства всякие электроклапаны и соленоиды вот так же есть график смотрим график график но я зачастую сохранить должна быть галочка то есть создаем название нашего графика зачастую я там имя объекта просто ставлю вот тест 1 и открыть это типа сохранить все сохраняем на рабочий стол куда-то там куда угодно сохраняйте вот можно смотреть мастер слоевые блоки короче разные всякие параметры везде включил волосу было мне видно все полностью всю картину и соответственно график будет писаться уже по всем вот это реальный вот вот так вот короче будут совмещаться и там еще будут значение в текущей непосредственно точки в реальном времени график пишется до тех пор пока вот видео галочка стоит график пишется до тех пор пока программа работает то есть когда вы только-только закроете нажмите на кнопку крестик все график перестает записываться то есть windows контроллер это управление внутренними боками вот отсюда соответственно там режим можно менять вот-вот-вот меняем меня меняем вот фанк хит короче авто вот то есть температуру устанавливаем меня можно отсюда прям с наружки управлять короче внутрянками можно отдельно каждой короче вот с эту тегу на нажать и послать сигнал туда можно выбрать конкретный какой-то блок любой конкретный блок либо послать всем одинаковое значение но я для теста например холод 16 либо тепло 30 короче для всех либо конкретно там второму блоку там отдельно его параметры и сет окей или тур если что выйти в принципе все также можно лишнее убрать короче отсюда еще и соответственно чтобы только мастер если у нас только мастер и добавить визуализацию внутренних блоков чтобы мы видели полностью ним блоком вот любой внутренний блок можно клацать тут его параметры установлены и какие тут соответственно уже рабочие параметры да там температуры т1 т2 на трубах что насколько трв открыто короче электронная текущий перегрев адрес адрес относительной системы и вот еще и температура текущая короче какая на дачке по код это код запроса чем выше тем соответственно приоритет код приоритета ну и вот менять не там каждый отдельно блок можно но это здесь закрыть можно даже вот этим домик закрыли вышли и все в принципе как бы вот и все любую программу открываете это непосредственно отдельно для полупрома программка откроется и выбор уже идет соответственно чем надо полупром смарт пауэр или вон там мультик переходите в полупром окей как бы запускаете пробу по сути тоже самое по сути тоже самое все те же параметры вот и соответственно тоже клапана тот же график можно писать телефончик также запускаем ком 4 окей можно и кнопочку play жмете не забываем принципе в общем все тут нет управления тут односторонняя связь только rx прием только и все здесь частоты всякие температуры поэтому как-то так все пользуйтесь вот еще файл экселевский тут же видно непосредственно вот по полупрому rx gnd куда подключать короче и каким разъемом соответственно вот на этом адаптере такая серия какой разъем какая плата рядом и какую программульку использовать соответственно тоже в рф тоже а в какие серии какие платы какие разъемы и какая программулька файтинг немножко устаревший но ну и соответственно тут как выглядят оригинальные разъемы пригодится для самопала в принципе все